Богословский перевод смыслов Священного Курана. Это однотомник без арабского оригинала, мелким шрифтом. С арабским оригиналом и шрифт побольше, там аж 4 тома, таких солидных. Я хотел вам процитировать историю про обитателя пещеры. История длинная, там разные грани мудрости, божественной мудрости. Я вам буду зачитывать вместе с альтернативными переводами в круглоскобках, моими пояснениями в квадратно-скобках, где-то даже с комментариями через звездочку. Возможно, вы просто в пути, в дороге или перед сном послушаете, так как приготовьтесь, будет чуть продолжительно, но при этом и назидательно. 18 сура, 9 аят и далее. Ты, здесь я в сноске поясняю обращение Всевышнему к пророку, оно же и обращение ко всему читающему эти строки. Ты думаешь, что случившееся с обитателями пещеры в той долине, с обитателями пещеры и обладателями того письма, было чем-то необыкновенным, более удивительным, нежели другие наши знамения, окружающие людей повседневно и повсеместно на земле и небесах. Следующее аят. Но если люди желают удостовериться в правдивости твоей миссии, Мухаммад, и спрашивают тебя о событиях давно минувших лет, то следующая информация будет полезна для всех вас. Скрываясь ради сохранения своей веры и жизни, они, группа молодых людей, спрятались в пещере и взмолились. Господи, помилуй нас, благослови, одари, защити и поведи по верному пути, дай нам верность пути в сложившихся обстоятельствах. Далее. Мои, говорит Господь миров, усыпили находящихся в пещере. Так что они не слышали происходящего вокруг на протяжении долгих лет. Следующая аят. Затем разбудили их, чтобы выявить, сделать очевидным для других, какая из двух групп более точно вычислит срок забвения. Пребывание в глубоком сне. Мы правдиво рассказываем тебе, Мухаммад, вести о них. Хотя столько воды утекло с тех давних пор. А началось все с того, что эти юноши уверовали в Господа. В то, что Бог один, и Он, Господь миров, непостижим человеческим рассудком. И их путь был подкорректирован в сторону еще большей верности, правильности. Они, используя разум и свободу выбора, уверовали в Бога, а Он благословил их на большее. Мои, говорит Господь миров, предали стойкости непоколебимости их сердцам. Когда предстали они перед тираном-правителем своего времени, насильно насаждавшим язычество на тех территориях, то, когда предстали, то бесстрашно воскликнули «Наш Господь – это Господь с небес и земли». И незачем нам когда-либо, кого-либо молить помимо Него, Бога. В противном случае мы совершим очевидный проступок, грех. Приступим к черту дозволенного. Они, местные жители, граждане страны, родной нам народ, но избрали для себя множество богов помимо Бога. Пусть приведут хотя бы одно явное доказательство в пользу своих убеждений, чего нет и быть не может. Нет большего греха, чем ложь в адрес Аллаха, Бога Господа, подытожили они. Слова из диалога между упомянутыми юношами, либо намек им свыше. Когда покинете вы, молодые люди, их язычников и все то, чему молятся они помимо Бога, отправляйтесь в пещеру, где Господь растелит для вас свою милость и уготовит все в вашу пользу. Солнце повернет обстоятельство так, как оно будет лучше для вас. Они так и сделали. А оказавшись там, все до одного заснули долгим сном. Ты видишь, как солнце, восходя, обходит пещеру справа, и солнечные лучи не проникают внутрь. А когда заходит, минует ее слева, так же не обжигая. И они, уснувшие на триста лет, на триста лет, защищены от его воздействия в глубине пещеры, где прохлада и уют. Это одно из знамений Аллаха, Бога Господа. Кого он наставляет на верный путь, благословляя, тот идет по нему. Осознанно. Либо неосознанно, ежедневно делая выбор в пользу правильности поступка и прикладывая усилия, трудяясь, дабы не сбиться с пути. А кого сводит, кого оставляет без помощи и поддержки в результате их людей личного выбора, соответствующих злодеяний или беспечности, тому покровителя и наставника уже не найти. «Если увидел бы ты их, то посчитал бы бодрствующими, ведь их тела находятся в движении, а глаза открыты, хотя на самом деле они спят. Мы поворачиваем их то на правую сторону, на правый бок, то на левую, в том числе и для того, чтобы не начался процесс омертвления. А их пес лежит у входа, вытянув свои передние лапы, он также находится в состоянии сна и постоянного движения. Если тебе удалось оказаться в той пещере и взглянуть на них, то ты выбежал бы прочь полный страха, ужаса от невероятности происходящего. Подобно этому временному умерщвлению, а также сохранению тел в целостности, мы по истечении трех веков пробудили их, чтобы они расспросили друг друга. Один из них воскликнул, «Как долго пребывали мы в глубоком сне?» Другие ответили, «День или менее того?» Третьи поправили. Господу лучше знать о сроке нашего пребывания здесь. Отправим одного из нас с этой серебряной монеты в город, пусть посмотрит, что наиболее подходящее из халяльного он сможет на это купить. Пусть приобретет пищу и будет при этом любезен, чтобы не привлекать лишнего внимания. Ни в коем случае не оповещая кого-либо у нас. Ведь если они, наши враги, от зла которых все мы и бежали, узнают, то непременно казнят нас, либо заставят отречься от Бога. А в таком случае, если отречемся от веры, нам никогда не видать ни успеха, ни благополучия. «Подобным образом, усыпив этих молодых людей на три столетия, мы, продолжает Господь миров, дали им людям возможность воочию увидеть, дабы осознали они, что обещанная Аллахом, Богом, Господом, есть истина. К примеру, воскрешение после смерти. Ведь триста лет, триста лет юноши пробыли без еды и питья. А в наступлении конца света нет ни малейшего сомнения. В тот период, когда молодые люди пришли в себя, большая часть местного населения уже стали верующими. Причем и царь, стоявший теперь во главе их, был набожным человеком. Но некоторые сомневались в отдельных постулатах веры. Пробудившиеся юноши явили собой наглядный аргумент, подтверждающий мощь Творца и очевидность воскрешения. После они заснули навечно, по земным меркам, до всеобщего воскрешения, до судного дня. Очевидцы удивительного события начали высказывать разные мнения. Одни воскликнули, построите здесь, в память об этом чуде, здание, которое закроет собой это место, защитит, установите памятник. Но Господу лучше знать о них. Люди, которые станут приходить к этому месту, изучать его, не узнают всех подробностей произошедшего. Лишь он всегда ово всем осведомлен. А вот местное верховенство, те, чье мнение было решающим, сказало, здесь, у входа в пещеру, мы непременно построим храм. Люди в последующие века и времена будут говорить, этих юношей было трое, а четвертой была собака. Другие скажут, пятеро, а шестой собака. Строят догадки, предположения. Третий воскликнут, семеро, восьмой была собака. Ответь, Мухаммад. Господь лучше кого-либо знает об их количестве, и мало кому еще это известно. Не спорь по этому поводу, кроме как цитируя неизведенное тебе, не вступая в дискуссии по данному историческому событию, ни с людьми Писания, ни с иными. Детальные подробности известны лишь Богу. А разговоры людей, досужие домыслы, не заслуживающие твоего внимания. И никого не проси растолковать то, что касается их, этих юношей. В предоставленном тебе знании есть все необходимое. Знать больше об этом нет смысла. Помни, никоим образом не говори о чем-либо, уверенно и однозначно, что, мол, сделаешь то или иное завтра или когда-либо в будущем. А добавь, если пожелает того Аллах, Бог Господь, если даст на то свое благословение. Если забыл Господа, то напомни себе о Нем. Если запамятовал увязать то или иное с Божьей волей, то сделай это, как только вспомнишь. И говори чаще. Возможно, Господь, снаставляя меня, благословляя, даст мне более короткий путь, более верное, правильное и перспективное решение. Пребывали они в пещере 300 лет. К чему добавилось еще 9? Скажи, Аллаху, Богу, Господу лучше всех известно о периоде их пребывания в пещере. Причем не только это, но и все неведомое, непостижимое человеческим сознанием. На небесах и на земле. Он все видит и все слышит. Нет того, кто видел или слышал, был лучше, чем Он. Разве существует то, что могло бы сравниться с Его возможностями видеть и слышать? У них, у людей, у джинов, как и у ангелов, нет истинного всесильного покровителя помимо Него Бога. И не существует где-либо и кого-либо, с кем Он поделился бы, Он, Бог, поделился бы своей властью. Ну что, это история, пещера, 300 лет. Повторно прослушайте и в очередной раз для себя подчеркнете, сколь важна вера, она наполняет жизнь смыслом, вера в Бога. И сколь важно, в том числе, уверовать в жизнь после смерти, всеобщее воскрешение и судный день, перспективы либо в аду, либо в раю. Соглашусь, в интернете много того, что вас старается запугать, закрыть в какие-то рамки, в том числе фанатизма и ограниченности. Нет, религия, ислам в данном случае, этому не учит. Ислам открывает перед вами необъятные возможности в земном, и в том числе перспективы в вечном. Главное, правильно понимать, в том числе с верным настроем изучать. Правильно понимать, применять и именно в созидательном русле, когда ты цветешь и внутри, и в своих делах благороден, праведен и приносишь пользу не только себе, но и другим. Спасибо.